Йоу, всем привет, с вами Сэм Уинзлоу и в этом видео я покажу вам крутой прием, как можно уплотнить ваши гитары и как сделать при первой части вашего трека интереснее. Этот прием я анонсировал в своем видео разбора микса кавера Take Me First группы Bad Omens. Если вы еще не видели это видео, обязательно посмотрите, а мы переходим непосредственно к приему. Итак, что мы имеем? Обычные гитары, все это вы можете посмотреть в видео разборе микса. Давайте их послушаем. Все хорошо, но чего-то не хватает. Не хватает немножко плотности, хотелось бы, чтобы припевная часть гитары прям раздувались и доминировали. Как мы можем этого добиться? Мы применяем классный трюк, который называется Shed Guitar, потому что сами по себе гитары будут звучать как дерьмо, но они будут залейлены с основными гитарами и об этом никто никогда не узнает. Давайте послушаем, как эти гитары звучат в соло. Ну да, они действительно звучат как дерьмо, но это нам и надо. Давайте послушаем гитары вместе с Shed Guitar. А теперь я выключу Shed Guitar и буду постепенно добавлять их в микс, и вы почувствуете, как гитары становятся плотнее и все звучит гораздо круче. Думаю, результат налицо. Давайте перейдем непосредственно к обработкам. Все, что нам нужно сделать, это скопировать основные гитары. Просто берем и копируем их на новые дорожки. Далее мы питшифтим эти гитары на октаву вниз. Здесь я использовал питшифтер от компании KiloGhz, но это абсолютно не важно, вы можете использовать любой питшифтер. Главное, заюзать что-нибудь, что опустит наши гитары на октаву вниз. Давайте послушаем, как это звучит. За питшифтеры вниз. Здесь нам абсолютно не важно, насколько качественный будет питшифтер, так как гитары все равно по звуку превратятся в полное дерьмо. Тут, честно говоря, я думаю, чем хуже, тем лучше. Далее мы используем окитайп ноли. В секции стомбоксов мы используем овердрайв. Далее мы используем второй усилитель в комбинации с первым кабинетом. Настройки вот такие. Как вы видите, тупо все кнопки на 10, за исключением парочки. Дальше секция постэквалайзера мы не трогаем. В секции кабинета мы используем всего лишь один микрофон. Я думаю, он стоит по дефолту. Позиция его стоит по дефолту, а микрофон Dynamic 421. И в секции эффектов мы используем дилей. Что самое интересное. Давайте послушаем. Как видите, звук уже становится ужасный. Но нам нужно сделать его еще хуже. Поэтому мы открываем эквалайзер и бустим все, что нам не нравится в гитарах. Это нижняя, середина, середина и верхняя середина. Вдобавок мы отрезаем весь низ, чтобы не составать каши. Давайте послушаем. И последнее в цепочке это Virtual Mix Rack. Здесь мы используем эмуляцию аналоговой консоли, как и всегда. Дальше у нас эквалайзер в стиле SSL. Здесь мы поднимаем вверх, поднимаем верхнюю середину, поднимаем середину и поднимаем вниз. И дальше здесь я просто использовал триммер, чтобы уравнять выходной сигнал. Давайте послушаем. Ну как вы можете услышать, мы запустили вверх гитар. И за счет этого низ еще немножко провалился. Мы как бы скомпенсировали АЧХ. И в итоге давайте послушаем все-таки финальный результат. В итоге мы получили такой плотный, немного гритый саунд, который, естественно, мы не можем использовать сам по себе. Но мы можем подмешать это к нашим основным гитарам, чтобы искусственно сделать их больше, чем они есть на самом деле. И при этом не испоганит основной сигнал. Давайте еще раз послушаем с основными гитарами. И самое главное в этом эффекте, это найти тот самый свитспот. Тот уровень, на котором нам нужно остановиться в подмесе этих гитар, чтобы они не вылезли на передний план, чтобы мы ощущали их, но не слышали явно. Давайте послушаем в миксе. Я буду постепенно добавлять щит-гитары в микс и остановлюсь именно на том свитспоте. Так, я остановился где-то на минус 9,3. Мне кажется, это как раз тот свитспот, где я чувствую присутствие этих гитар, но явно их не слышу. Да, вы можете сказать, что это какая-то мелочь, что рядовой слушатель этого не заметит, не услышит, но нам этого и не надо. Нам нужна целостная картинка. Запомните, важен целостный микс. Ни один рядовой слушатель не будет разбирать ваш микс по кусочкам и не будет стараться отдельно идентифицировать бочку, кик, снейр, какие гитары, как они залейлены. Это все не интересует обычного слушателя. Его интересует целостная картинка. Именно из таких маленьких деталей ваша картинка складывается в качественный жирный микс, который потом рядовой пользователь слушает и просто кайфует. На этом все. Спасибо. До свидания.